Привет, как дела? Сегодня продолжение моего рассказа о том, как я обучалась в своём первом университете на диджитал-фильм и видеокурсе. Немножечко ещё хотелось бы начать с того, что мне, как иностранному студенту, приходилось посещать абсолютно все уроки, потому что этого требовала студенческая виза. То есть, если ты пропускаешь урок, а их у нас было всего 3 урока в неделю, то есть 3 дня в неделю мы учились полностью, уроки у нас были с 10 до часу и с 2 до 5, то есть такие пары большие по 3 часа. Было тяжеловато учиться целыми днями с утра до вечера, потому что ещё и в день учёбы у меня была работа няней, то есть утром я ездила, отвозила детей в школу. Это занимало у меня полтора часа, потом я гуляла с собаками полчаса. Можете себе представить, во сколько я вставала и как я себя чувствовала к 5 часам вечера. После чего мне надо было срочно гнать домой и ехать опять за детьми полтора часа в школу и обратно. Потом готовить им ужин и после этого я просто уже валялась без ног, никуда не выходила практически, ну если у меня не было уже чего-то запланированного на вечер. Ну то есть выдыхалась по полной в день учёбы. Но зато в дни, когда у меня их не было, это было 2 дня в будние дни, в это время мне надо было клинить. Хаус, но об этом я попозже расскажу, когда буду рассказывать про мою третью семью, где я работала и няней, и хаускипером, и ещё совместно с этим ходила в мою предыдущую семью выгуливать собак. Ну так вот, все 3 дня в неделю с утра до вечера мне надо было находиться в университете. Во-первых, проходить на контроле, где ресепшн в университете. Надо было прикладывать свой бейджик, чтобы пройти внутрь, но об этом я уже рассказывала. И плюс к тому, в каждый класс, в который ты входишь, надо было прижимать свой бейджик к считывателю, который даёт информацию в офис университета, что этот человек был в классе, он присутствовал на уроке. Ну и помимо того, в принципе, уроки были очень интересные, проходили за раз, потому что нам показывали фильмы, что-то рассказывали про какие-то нюансы и так далее. Ну и вот сегодня я хотела вам рассказать про мой первый семестр. У нас всего было 3 предмета в первом семестре, и вот про один предмет сегодня. Он назывался видеопортрет. Итак, предмет видеопортрета нам преподавали сразу два наших главных преподавателя. Оба рассказывали о том, как представить публике на суд зрителя портрет кого-либо. То есть это называется медиэйшн, то есть представление как бы в мидиа, потому что фильм это и есть мидиа. Того или иного человека, ту или иную персону или того или иного места, города, страны и так далее. Что было важно? Культура, возраст, пол, национальность, увлечение, образование. Ну абсолютно всё, как бы вся поднагодная, которая касается человека. У нас было два асессмента в первом семестре. И вот в первом асессменте мы делали групповую работу. Группа состояла из двух человек. Нам надо было представить какую-либо персону, или себя, или кого-то из известных, или просто кого-то из неизвестных людей. В общем, рассказать о человеке. А во втором асессменте, о котором я позже буду рассказывать, нам надо было представить какое-либо место. Мы представляли район Брикстон, и вот об этом я чуть-чуть попозже тоже буду рассказывать. Просто очень много информации и очень много интересного происходило на этих уроках. И я вот сейчас просто как бы даже для себя вспоминаю. Я сидела с открытым ртом, я очень много знала про режиссуру, очень много знала про видеосъёмку. Но как бы как это всё преподносят англичане, с их позиции, как они это всё рассматривают, это было для меня чем-то, ну как бы открытием, чем-то новеньким, потому что у нас, ну не так нас обучали, и не так всё преподносятся, и не так всё рассматривается, как это делают англичане. Поэтому я внимала каждому слову, я смотрела, что нам показывают и так далее. Было очень-очень-очень интересно. В итоге один из уроков у нас как бы такое представление себя лично был таким. Нам сказали принести некие журналы, в которых мы можем вырезать какие-то картинки и свою фотографию. И вот на урок мы принесли свою фотографию, положили её по центру своей парты, и вокруг мы должны были найти какие-то картинки из журналов, которые ассоциируются с нашей личностью, с нашим персоналити. Ну и ясно, что фиг знает, какие мы там журналы принесли, что нашли, то и повставляли вокруг. То есть надо было показать свой характер, свои какие-то традиции, свои хобби, очень много всякого такого, что ты можешь найти именно в этом журнале, который ты принёс в картинках. Но как бы естественно, что чего-то не было, ты не досказал то, о чём ты думаешь. Но просто хотя бы из того, что у тебя было, вокруг создать такую картинку тебя. И они ходили между партами и читали нас по этим картинкам. Потом просили, просто несколько людей спросили, что ты подразумеваешь под этими картинками. Допустим, я там нашла, по-моему, фотоаппарат, много людей, но тем не менее, как бы отстранялась. То есть я люблю быть в толпе, но тем не менее я смотрю на неё сбоку, то есть с отстранённой позиции, а не от того, что там происходит в данный момент. Психологический портрет получается. И вот assessment – это экзамен по-русски или зачёт. Задача была такая, что нам надо было описать человека, я уже сказала об этом, при помощи видео. Нас соединили с девочкой, соседкой по партии, она была из Марокко, ей было 19 лет. И вот мы вдвоём как бы после уроков сидели и думали, о ком же мы будем составлять портрет и что мы будем там показывать. Ну и так как мы не были знакомы, мы познакомились, я рассказала ей о себе, она рассказала мне о ней. И она, когда я рассказывала о себе, у неё прямо челюсть отвисла и говорит, давай мы сделаем портрет о тебе, у тебя такая интересная жизнь, ты столько всего уже знаешь и видела и про Лондон много всего, и снимаешь, давай мы сделаем о тебе. Я как бы об этом не думала, но говорю, ну давай. И в итоге у нас получился мой портрет. На тот момент я уже жила три года в Лондоне, и портрет, я покажу его в конце, получился как бы неплохой на основании того, что есть во мне, что я люблю делать, что я не люблю делать, как я себя чувствую на людях, как я себя чувствую в профессии, что я вношу в свою профессию. У меня есть дирижерское хоровое образование, и я предвижу какие-то моменты, которые называются ауфтакт. Мы это внесли в фильм про ауфтакт, там есть такой момент предвздоха, то есть когда ты вздыхаешь и начинаешь пение. Вот этот вот момент я всегда чувствую, когда я что-то фотографирую. Я знаю, что сейчас именно в тот момент, когда я нажму на курок, так скажем, на кнопку, произойдет именно то, о чем я догадываюсь. Не знаю, это мне вот с дирижерского хорового образования так помогло. Ну, как бы я ей об этом все рассказывала, и мы ходили что-то снимали. Снимали меня в основном, я впервые оказалась перед камерой. Было немножечко неловко, но пришлось привыкать. Особенно мне запомнился момент на мосту, когда мне пришлось очень долго стоять перед камерой, потому что мы снимали таймлапс. Таймлапс — это когда снимаешь очень долго один сюжет, и там что-то происходит, а потом в быстрой-быстрой-быстренной такой съемке происходит это движение, а я должна была стоять среди этого движения. Так мы изображали. Мой характер, у меня характер такой, что мне приходится часто быть в толпе, но я чувствую себя отстраненно от этой толпы. Мы вставили строчки в этот момент, что мне нравится быть в толпе, но я как бы интроверт, то есть интроверт, ну как бы внутри себя. Я смотрю со стороны на людей, мне нравится там находиться, но все ощущения внутри я не раздаю людям так, что я сказала. И я сказала, I love to be in a crowd, but I quite an introvert. Тогда у меня английский тоже еще был такой, ну не очень. Да и сейчас я бы не сказала, что он у меня прямо супер-супер. Но тогда я даже некоторые слова, которые она там придумывала нам в сценарии, не понимала. Аккомплишмент, что это такое? Ладно, она мне как-то объяснила, записала. Записывали саунд, то есть звук мы записывали отдельно и наставляли картинки под этот звук. То есть из того, что нам удалось снять, за один-два дня мы ходили по центру Лондона и что-то снимали. Кстати, по поводу съемок по Лондону я тоже буду вам рассказывать. Есть некие законы, есть некие правила. И практически нигде невозможно поставить трипод. Я не знаю, как нам удавалось в тот момент. Мы как студенты вообще ничего про это не знали. И многие туристы про это не знают. Но буду рассказывать постепенно. Очень много правил. Практически нигде в Лондоне нет свободного места, которое не привязано к какому-то авторите, которое должно дать разрешение на постановку трипода. Потому что трипод, по идее, мешает публике, туристам, жителям ходить. И может случиться какое-то несчастье. Это тоже один из пунктов съемки. Страховка, паблик лиабилити и так далее. Про все про это отдельно я буду рассказывать. Очень много всего, чего я не знала и чего многие лондонцы не знают про процесс съемки в Лондоне. В итоге, когда мы показывали всему классу наши произведения искусства, мы смотрели фильм каждой пары. И обсуждали в конце, что было представлено в фильме и каков этот человек. То есть то, что мы поняли. И правильно ли режиссер донес до зрителя свое представление об этом человеке. Наш фильм получил самую высшую оценку за, по-моему, весь мой последующий опыт. По-моему, мы получили 72 балла. Это была очень высокая оценка. По-моему, самой высокой на тот момент в том университете была оценка 80. И, возможно, даже наш видеопортрет получил самую высокую оценку на курсе. И суть даже не в том, что там показывали меня или я рассказывала о себе и что-то там такое. Моим преподавателям очень сильно понравился такой творческий момент, где все бурлит, кипит, шипит. И я говорю, мне нравится все это действие, активность, бла-бла-бла. Но иногда я хочу расслабиться и быть ближе к природе. И там просто показывается, как я лежу в парке и перебираю травку руками. И вот эти вот руки, насколько я помню, нам объясняли, как я это все делаю. И как резко сменился стиль самого фильма, и как это все, я даже не знаю, темпо-ритм, наверное, и смена кадра такого бизи-бизи Лондона на природу. Это очень сильно повлияло на воображение моих преподавателей. Я действительно именно так и чувствую. Мне нравится быть, мне нравится активную деятельность проявлять в Лондоне. Но иногда мне хочется просто расслабиться, пойти в парк, полежать. Я очень, кстати, люблю по паркам гулять. И в первые годы моей жизни я очень часто там лежала. По два, по три часа даже спала, уроки делала, английским занималась постоянно. Потом у меня уже появилось очень много разных мероприятий. И до парка мне практически было не добраться. Но когда были свободные времена, я просто ходила туда и ложилась. Или загорать, или почитать, или просто поспать. А именно этот момент, именно эту смену раскадровки я и предложила своей коллеге. Потому что я видела именно вот так свое представление своего внутреннего мира. И вот именно этот момент и сыграл основную роль в такой оценке наших преподавателей этого фильма. Ну а сейчас вот тот самый фильм. Смотрите, не прощаюсь с вами. О следующих уроках буду рассказать чуть позже. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok